Я считаю, что это была техническая, даже какая-то организационно-техническая ошибка со стороны подразделения межрегионных газов, допущенного по отношению к нам, к потребителям. Она оккупирована полностью, в принципе, руководитель «Газпрома» понял не совсем корректность действия своей структуры межрегионных газов, поэтому люди не будут платить эти деньги, которые выставлены, а те штатно-организационные мероприятия, которые необходимо было изначально проводить на структуре, будут проведены в ближайший период времени. То есть это и фиксация законности счетчика сразу изначально, как только он опломбирован. Если этот срок был по какой-то причине более длительный для фиксации уже в учреждениях межрегионных газов, то это не будет приниматься во внимание, а будет использоваться показания самого счетчика. То есть это сегодня уже такая техническая работа, поэтому хочу успокоить население, не надо никакие баснословные деньги платить. Это еще раз показывает необходимость всем, особенно компаниям, предоставляющим услуги, более тщательно работать и к тем действиям, которые они осуществляют, подходить по государству. Хотя на самом деле они вроде все частные, акционерные компании, но такие коллективы возникают. Но это не касается тех людей, которые, не дай бог, исправляют работу счетчика, в кавычках, вставляют магниты, такие случаи есть, вмешиваются в работу счетчика для того, чтобы уменьшить показания. По данной категории людей, если это будет выяснено, будут, конечно, серьезные наказания, вплоть до отключения потребления газа. И вообще газовая составляющая достаточно опасная вещь, если в нее самостоятельно влазить нельзя. Но вопрос в принципе решен, все поручения даны, контрольность увидена, мне руководители межрегионов газа Астраханского доложили, в активной работе, которую они будут проводить, а не население. Поэтому я считаю, что волнения сняты в этом направлении. Продолжение следует...